Засекреченный отчет, созданный для ЦРУ под названием «Анализ и оценка процесса входа во врата», был написан в 1983 году подполковником армии США Уэйном Макдональдом. Макдональд описывает опыт входа во врата как тренировочную систему, предназначенную для повышения фокуса силы и синхронизации амплитуды и частоты выходных мозговых волн между левым и правым полушариями мозга. Цель этих процессов – изменить человеческое сознание, дабы усилием волевременно переместиться за пределы материального пространства, избегая физических ограничений существующей реальности. Некогда описанная в секретном отчете система входа в некие врата использует звук для манипулирования мозговыми волнами с целью создания измененного состояния сознания, в котором человек может взаимодействовать с нефизическими аспектами реальности, то есть с метафизическим миром. Согласно отчету ЦРУ, практическое использование этой техники включает в себя достижение целей, преобразование энергии для исцеления тела и даже путешествия в пространстве и времени для доступа к новой информации. Отчет был тихо рассекречен ЦРУ в 2003 году и в значительной степени остался незамеченным. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству. Сегодня будет очень интересно, но прежде чем мы начнем, прошу поддержать канал подпиской, а это видео лайком и комментарием. И не забудьте также нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приступим! Для того, чтобы наилучшим образом понять систему ВРАД, мы начнем с метода достижения измененного состояния сознания Института Монро, также включающего в себя синхронизацию полушарий мозга. Самый эффективный способ понять, что к чему, кратко описать основную механику, лежащую в основе родственных методов. Таким образом мы сможем понять, чем некогда секретная система ЦРУ лучше прочих. ВРАТА И СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА Повторюсь, обучение методу ВРАД необходимо для обеспечения силы, фокуса, синхронизации амплитуды и частоты мозговых волн между левым и правым полушариями мозга с целью изменить состояние сознания, дабы переместить его за пределы физической реальности. В конечном итоге это должно привести к доступу к различным уровням интуитивного, мистического, тайного знания, которое предлагает Вселенная. Что отличает опыт ВРАТ от прочих форм изменения состояния сознания, так это использование техники синхронизации. Подобная техника была определена в монографии работникам Института Монро Мелиссой Джаггер как состояние сознания, когда паттерны электроэнцефалограммы обоих полушарий мозга одновременно равны по амплитуде и частоте. Несмотря на то, что подобная синхронизация крайне редка и кратковременна в обычном человеческом сознании, Мелисса Джаггер утверждает, что аудиотехники, разработанные в научно-исследовательском институте Монро, способны вызвать и поддержать подобное состояние в весьма продолжительное время. Она также отмечает, что исследования, проведенные Элмером и Элис Грин из фонда Хеннигера, показали, что человек с 20-летним опытом дзен-медитации может последовательно синхронизировать каждое полушарие по желанию, поддерживая его в определенном состоянии в течение более 15 минут. Доктор Стюарт Вемло, психиатр и научный сотрудник института Монро сообщает, что в проведенных им исследованиях влияния на мозговые волны, звуковые пленки, созданные в институте Монро, способствуют концентрации энергии мозга. Ее можно измерить, как лампочку в ватах, во все более и более узком частотном диапазоне. Доктор Твемло утверждает, что по мере того, как человек погружается глубже благодаря звуковым пленкам института Монро, происходит постепенное увеличение размера мозговой волны, которая является мерой энергии или силы. Таким образом, метод врат пытается предоставить субъекту инструменты, с помощью которых он может изменять свое состояние сознания по собственному желанию. Со временем, используя систему врат раз за разом, необходимое состояние достигается значительно быстрее, так как ваш мозг готов уже к этому. Некогда секретная техника ЦРУ, позволяющая человеку решительно в лучшую сторону изменить свою реальность, в том числе включает в себя гипноз и самогипноз. Метод, некогда считавшийся важнейшим с точки зрения воздействия на человеческое сознание, сейчас почему-то забыт. Почему? Да потому что нет никакого гипноза. Есть лишь магнетизерство. Набираем обозначение магнетизер, получаем то же самое, что гипнотизер, по версии словаря Оксфорда. Гипноз как таковой начался с Франца Антона Месмера, открывшего магнетизм. Магнетизм – некий элемент, который можно накапливать в организме для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему, получать то, что хочешь в прямом смысле. Исцеление, богатство, любовь, изменить судьбу. Есть элемент, то есть магнетизм, есть чудеса. Нет элемента – нет чудес. Есть магнетизм – гипноз работает. Нет магнетизма – гипноз не работает. И никак иначе. Хотите чудес – копите элемент. Дорогие друзья, благодаря кропотливому многолетнему изучению человеческого мозга биохимии и истории медицины, мне удалось обнаружить недостающий пазл, позволяющий наконец-то обрести то, чего так сильно желает человек. 27 февраля в понедельник начинается онлайн-курс длительностью в 47 дней, в процессе которого мы будем прокачивать свой разум и мозг, делая все, о чем говорится в секретном документе ЦРУ. А также, что самое главное, мы будем копить тот самый элемент, дабы в будущем его использовать по собственному усмотрению для получения того, что хочешь. На данный момент это самый эффективный и быстрый способ достичь желаемого результата. То, о чем я говорю, не мистика, а категорически наука. И скоро это знание будет всюду. Призываю желающих присоединиться к онлайн-курсу. Количество мест ограничено, осталось всего несколько. Под этим видео будет ссылка на группу в телеграм-канале, где будет проводиться онлайн-курс. Переходите по ней, знакомьтесь с условиями проведения. И если вам все подходит, переходите в секретный чат для участников онлайн-курса. Ссылка на него будет закреплена в шапке группы в телеграме. До встречи! Все средства, полученные от проведения онлайн-курса, будут потрачены на съемки документального фильма под названием «Элемент». Лампа против лазера Мелисса Джаггер использует подобную метафору, чтобы помочь объяснить процесс, связанный с использованием синхронизации полушарии мозга в методе достижения врат. Она указывает, что человеческий разум в его естественном состоянии можно уподобить обычной лампе, которая распространяет энергию в виде тепла и света, но хаотично и бессвязно, рассеивая энергию разума по максимально обширной области. Но на очень ограниченную глубину. С другой стороны, человеческий разум подчиненной дисциплине полушарий действует подобно лазерному лучу, производящему сфокусированный поток света. Если поток энергии проецируется с полной синхронизацией как частоты, так и амплитуды, он превращается в своего рода лазер, содержащий в себе в миллиарды раз большую мощность, чем рассеянный свет. Система врат предполагает, что как только частота и амплитуда человеческого мозга отображаются синхронизацией, можно начать ускорять и то, и другое. Таким образом, вскоре человеческий разум резонирует на все более высоких вибрационных уровнях, в которых происходит синхронизация с более сложными и глубокими энергетическими уровнями Вселенной. Предполагается, что разум, работающий на этих все более сложных уровнях, способен обрабатывать информацию, полученную через некую фундаментальную матрицу, с помощью которой она придает смысл обычным физическим и сенсорным данным существующей реальности. В когнитивном контексте такое значение обычно воспринимается визуально в форме символов, но также может восприниматься как поразительные вспышки целостной интуиции или даже в виде сценариев, включающих как визуальное, так и устное восприятие. Механика, которую ум использует для работы с данными функциями сознания, будет рассмотрена более подробно далее в рассекреченном документе ЦРУ. Частотный ответ. Для достижения синхронизации полушарий мозга в вышеописываемом методе используется преимущество явления, известного как частотный ответ. Если субъект слышит звук, воспринимаемый на частоте, имитирующий один из тех, что связаны с работой человеческого мозга, мозг будет пытаться имитировать тот же частотный паттерн, регулируя выход своих мозговых волн. Поэтому, если субъект находится в полностью бодрствующем состоянии и он слышит звуковые частоты, которые приближаются к выходным волнам мозга на тета-уровне, мозг субъекта будет пытаться изменить свой паттерн мозговых волн от нормального бета до тета-уровня. Поскольку тета-уровень связан с состоянием глубочайшего расслабления или даже быстрого поверхностного сна, заинтересованный субъект может переходить из состояния полного бодрствования в состояние тета-уровня при условии, что он не сопротивляется сознательно. Так как эти частоты мозговых волн находятся за пределами спектра звуков, которые может услышать человеческое ухо в чистом виде, полушария мозга должны производить их на основе другого явления, известного как способность мозга определять частоты биений. Если человеческий мозг подвергается воздействию одной частоты в левом ухе, которая на 10 Гц ниже другой слышимой частоты, звучащей в правом ухе, вместо того, чтобы слышать какую-либо из двух частот, мозг предпочитает слышать разницу между ними. Это и есть явление частоты биения. Таким образом, пользуясь феноменом частотного ответа и используя технику частот биения, система ВРАД использует синхронизацию частот мозга для введения в мозг различных частот, которые воспроизводятся практически на подсознательном уровне, едва слышимом. Цель заключается в том, чтобы расслабить левое полушарие мозга, поместить наше тело в состояние виртуального сна и привести левое и правое полушария в условия, предназначенные для стимулирования производства все более высокой амплитуды и частоты мозговых волн. Слышимые, а также подсознательные внушения могут включать в себя различные частоты мозговых волн, которые иногда объединяются вместе с другими звуками, такими как, например, морской прибой или шум леса. Тем не менее, синхронизация мозга через частотные удары, передаваемые через стереонаушники, является лишь частью причин, почему система врат работает. Она также создана таким образом, чтобы с помощью нее можно было достигать, например, физических характеристик глубочайшей трансцендентальной медитации, которая вызывает полное изменение основного резонансного ритма, связанного со звуковыми частотами, производимыми человеческим телом. Роль резонанса Йога, дзен или трансцендентальная медитация, если их практиковать достаточно долго, со временем приводят к изменениям звуковой частоты, с которым человеческое сердце резонирует во всем теле. Согласно Бентову, это изменение резонанса является результатом устранения того, что медицинская профессия называет бифуркационным эхом. Звук сердцебиения может синхронно двигаться вверх и вниз по системе кровообращения в гармоническом резонансе примерно 7 раз в секунду. Бентов описывает роль, которая играет бифуркационное эхо следующим образом. Когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь, аорта, будучи эластичной, раздувается сразу за клапаном и заставляет импульс давления двигаться вниз вдоль аорты. Когда импульс давления достигает бифуркации в нижней части живота, где аорта разветвляется, чтобы перейти в ноги, часть импульса давления возвращается и начинает двигаться вверх по аорте. Если тем временем сердце выбрасывает больше крови и новый импульс давления проходит вниз, эти две точки давления в конце концов столкнутся где-то вдоль аорты и создадут интерференционную картину, покружая тело в состояние, подобное сну. В итоге мы достигаем той же цели, погружая тело в такое глубоко расслабленное состояние, что бифуркационное эхо медленно исчезает по мере того, как сердце уменьшает силу и частоту, с которой оно проталкивает кровь в аорту. В результате получается регулярная ритмичная синусоидальная волна звука, которая эхом разносится по всему телу и поднимается обратно, проникая в голову. Наш разум в устойчивом резонансе. Амплитуда этой синусоидальной волны при измерении с помощью чувствительного прибора типа сейсмографа примерно в три раза превышает средний уровень громкости звука, производимого сердцем, когда сердце работает нормально. Следовательно, процесс ФРАД предназначен для того, чтобы довольно быстро вызывать состояние глубокого спокойствия в нервной системе и значительно снизить кровяное давление, чтобы скелет, система кровообращения и все другие системы физических органов начали синхронно вибрировать примерно с 7 до 7,5 циклов в секунду. Такой резонанс создает регулярно повторяющуюся звуковую волну, которая распространяется в соответствии с электростатическим полем Земли. Резонируя с электромагнитной сферой Земли, человеческое тело создает удивительно мощную несущую волну, помогающую разуму в общении с другими человеческими разумами, настроенными аналогичным образом. Стимуляция мозга Биомедицинская модель Бентофа показывает, что этот резонанс имеет большое значение, поскольку он напрямую передается и влияет на мозг. Возникающая вибрация передается в мозг через заполненные жидкостью третью и левые желудочки, расположенные над стволом мозга. Затем генерируется электромагнитный импульс, который стимулирует мозг повышать амплитуду и частоту выходных мозговых волн. Точно так же, как доктор Твемлоу наблюдал в своем исследовании эффекта, вызванных синхронизационными лентами. Также мозг содержится в плотной мембране, называемой твердой мозговой оболочкой, которая в свою очередь амортизируется тонким слоем жидкости, расположенной между ней и черепом. Когда резонанс, производимый человеческим сердцем в состоянии глубокой релаксации, достигает слой жидкости окружающего мозга, он устанавливает ритмический рисунок, в котором мозг движется вверх и вниз приблизительно от 0,05 до 0,01 мм в непрерывном рисунке. Самоусиливающийся характер такого резонансного поведения объясняет способность организма поддерживать это движение, несмотря на минимальный уровень энергии. Таким образом, все тело функционирует как единая настроенная вибрационная система, которая передает энергию в диапазоне от 6,8 до 7,5 Гц в аэносферу Земли, которая сама в тот же момент резонирует на частоте от 7 до 7,5 Гц. Бентов утверждает, что этот процесс происходит на очень большой длине волны, около 40 тысяч километров или чуть выше периметра планеты. Другими словами, сигнал от вибрации наших тел пройдет вокруг света примерно за 17 секунд через электростатическое поле, в которое мы встроены. Такая большая длина волны не знает препятствий, и ее сила не сильно ослабевает на больших расстояниях. Естественно, она пройдет практически через любой металл, бетон, воду и электромагнитные поля, составляющие наши тела. Это идеальная среда для передачи телепатического сигнала. Увеличение энергии Поскольку тело настраивается и вибрирует в гармонии с окружающей электростатической средой, специальные упражнения, включенные в записи системы ВРАД, позволяют участнику создать энергетическое поле, окружающее его тело, предположительно за счет использования энергии земного поля, которое тело сейчас впитывает из-за способности резонировать. Это приводит энергетическое поле тела в однородное состояние с окружающей средой и способствует перемещению сознания в окружающую среду, отчасти в ответ на тот факт, что две электромагнитные медианы теперь представляют собой единую общую энергию. Таким образом, тот же самый процесс, который переводит мозг в сфокусированную синхронизацию на постоянно более высоких уровнях, чтобы задействовать аналогичные частоты во Вселенной, также способствует повышению уровня телесной энергии до уровня достаточного, чтобы позволить субъекту испытать внетелесный мистический опыт. Дорогие друзья, если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству и злу, окутавшему этот мир. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подпишитесь на этот канал, а также на мой телеграм, где публикуется много всего интересного, чего нельзя показывать здесь. Ссылка на него будет в описании под этим видео. До скорых встреч! В следующий раз поговорим о секретах, которые поведал избранным масон 33-го градуса посвящения. Пока!